Ну что, второй день в Спицыно. Всем здравствуйте! Вот мы занимаемся ремонтом, потолком, во всяком случае. Были в Агдове, ездили за строительным материалом. Вот как раз мой участок, который мы... Участок Лейписа, это тещин участок. А это вот мой, здесь вообще... Только я прокашиваю и все такое, больше ничего. Лес, кусты, моя скважина, которая в этот раз не получится ничего сделать. Ну, я думаю, по весне воды надо много натаскать. Даже палку не вытащить оттуда, эту палку не вытащить. Но это все впереди будет. Сейчас уже просто часов пять дня. Времени нет на съемки. Это все кусты, которые я обрезал когда-то бензопилой. Естественно, они все поднялись. Вот такая вот история. А еще у меня триммер сгрыз. Сгрызли мыши. Вообще, конечно, новый триммер. Вот здесь как раз дырка. Вот здесь. Ну, вот, в общем-то, это придется менять. Так что, интересно, кто-нибудь напиш... Напишите, кто-нибудь в комментариях, было такое у кого-нибудь, чтобы мы еще вот так сажали. Там где бензин. Сюда кнопку нажимаешь, вот здесь, вот здесь дырка. Такая-то история интересная. Хотел сегодня нож, думал. В общем, нож купил для триммера. За место головки. А они, короче говоря, сожрали. Вот так вот. Я ее просто полностью выкосил. Ну, в общем, бензин там полностью ушел. То есть, как бы, выработался бензин. И там не было бензина. Если бы был бензин, они, может быть, и не сожрали бы. Что он вонючий. Придется в ремонт ввести. Ну, что делать. Такие вот дела. В году, значит, сегодня, что, 26 сентября. Все еще вот такое, короче говоря. Ну, не опало ничего. То есть, все еще зеленое, более-менее. Обычно здесь уже в это время все голое, короче говоря. Так что, вот только елка. Не елка, а сосна. Она так быстро растет. Быстро растет. И вот она даже немножко опадает. Меняет цвет. Здоровая такая уже. Была вообще маленькая-маленькая. Можно смотреть по моим видео и как она растет. То есть, вот так вот. В общем, растет лес быстро. Особенно ива. Ива, конечно, вообще не избавиться от нее. Надо корчевать. Вот она. А вот это я нашел все-таки, короче говоря, которые... Деревня, которые... Мне было интересно, что за дерево. Это козья. Ива называется. Вот она как раз. Козья ива. В Карелии такие вот. В этом. Так что... Сад Кивач. Не, не сад. Как он называется-то? Кивач. Короче, там есть... Не помню, как называется. Короче, в Карелии там есть... Мы повесили кухню. Сделали ее. Здесь, в порядке, темновато. Свет, конечно. Ну, вот мы... Здесь все, короче, было залито. Здесь все было, короче, абсолютно ничего не было. То есть, как бы, абсолютно полностью потолок меняли. Полностью. Здесь. Здесь когда-то была вообще посудомоечная машина, там внизу. Здесь было лучше все гораздо. Ну, что делать. Сейчас будем жарить мясо. Вот такая вот. Короче говоря, кухня приехала обратно. На это место. Так она стояла в совсем другом месте. А это уже наш родник. Река Тароховка. Вот здесь водичка очень вкусная. Она здесь, когда в весне, очень много воды. Половодие. Все в Чудской идет. Речка. Здесь родник намоленный. Освещенный. В общем, водичка очень вкусная. Летом она, конечно, пересыхает. Ну, как? Летом не пересыхает, но такой ручеек получается. А так она... Здесь даже рыбы интересная есть какая-нибудь. Вот так здесь. Святые места. И вода вкусная-вкусная. Вот сколько здесь не проезжают, все время дом продается. Ну, это баня, мы, конечно, там дальше дом. Вот. И вот никто его не покупает. Тут еще объявление бурения скважин, водоснабжение. Телефон. Ну, я сам бурю. Поэтому, как бы, единственное, что все, как бы, времени нет. А так вот она. Там вот дом. Дальше. Но дом я не буду там дальше показывать. Тут сад большой. И тому подобное. Дом-то уже, на самом деле, в таком состоянии уже не очень хорошем. То есть, мы в прошлом году были. Мимо ходили там. В общем, никто ничего не покупает. Странно как-то. Даже раньше забор уже здесь даже. Короче, куда-то делся. Вот мы заехали в дом мяса. Перекусили. Гамбургеры. Соляночка. В общем, все вкусно. Кофе хороший у них очень. И продукции. То есть, там внутри очень много всякой. Просто я там не стал без разрешения снимать. Неэтично это. А так все интересно. Поселок Бешкино. Вот деревня Замогилья. Ну, просто сегодня третий день здесь. В Спицыной. И вот уже целый день занимались. Этими самыми. То есть, как говорится. Ремонтом. И некогда было снимать днем. Поэтому вечером поехали поесть. Супа захотелось. И вот. А вот эстонцы. Эстонские номера. Жалко, что они к нам могут, а мы к ним нет. Я бы с удовольствием в Эстонии. Мы любим очень Эстонию. Сейчас мы посмотрим. Попробуем в Замогилье туда на берег проехать. Вот приехали в Замогилье на берег. Здесь ни разу не был. Ну, такой же берег, как у нас. Только здесь немножко другой. Слушай, красота, да, какая? Да. Лодочка, да, далеко. Такой пляжик здесь. Песочек. Сейчас жалко, что времени уже. Сейчас все тоже здесь такие дюны. Как и у нас в Спицыно. Но все равно соседняя деревня. Классно. Вот. Тоже песочек. Камушки у нас камней. Кстати, таких нет. Аня, какие камни, смотри. А вот как раз вышка. Это пограничная вышка. И зона тоже пограничная. Здесь нельзя, по сути. Не буду особо снимать. Только берег. А там уже все. Эстония впереди. Евросоюз. НАТО. И все такое. А тут, конечно, офигенный пляж. Классный. Волна. Такая небольшая. Интересно, какая здесь глубина. Ни разу здесь не купался. Надо будет приехать. Покупаться. Слышь, Ань, надо как-нибудь съездить, покупаться сюда. Покупаться надо как-нибудь съездить. Ну, вон туда ходили пешком. Мы сюда ходили пешком, да. Но до сюда, до сюда бы не доходили. Я здесь ни разу не купался. Пляж. Где пляж? Здесь везде. Я понял. Здесь везде пляж. Но я там не купался. Только в Спицыно купался. Мне просто интересно, какое здесь дно. И как здесь заходить. У нас-то далеко идешь, идешь. И не этот сам, ну. Как на Финском заливе. Ну, я думаю, что да. Но камней таких вот нет. Да, здесь можно везде гулять. По Чицкому даже до Гдова можно дойти. То есть, там дальше-то Гдов идет. Ну, то есть, такой берег красивый. Интересный. Просто у меня знакомый есть, который любил это место. За могилей очень. И я вот заехал сюда. Он мне рассказывал. Я здесь ни разу не... Ну, только так был. По дороге мимо ездил. Туда-сюда. А так. На берегу здесь ни разу не был. Возможно, здесь и глубже. Потому что такой сразу уклон идет. И таких отмелей, как у нас, нету в Спицыно. То есть, видишь, практически отмель. Вот она идет, отмель одна. Но надо летом приехать к следующему. И покупаться здесь. А вот там раскопель. Вон там. Раскопель. А вот отмель. Небольшая. Я думаю, здесь глубже. Конечно, просторы Чуцкого. Потрясающе красиво. Вон сосенки маленькие, Ань. Твои любимые сосенки. Желельник вроде, или что-то еще. Сейчас посмотрим. Ну, вот маленькие сосенки. Мы их очень любим. Такие. Да, у нас в Спицыно есть вообще такие. Там еще меньше сосенки. А здесь вот такая вот она маленькая. Раскидистая. А это облепиха. А это облепиха. Отцвела уже. Темновато уже, конечно. Облепиха. Маленькие. И птицы косяками уходят. Ну, на камере не будет видно. Улетают в теплые края. А мы остаемся зимовать. Место хорошее какое. Смотри, здесь встать палатку поставить. Запросто. С видом, с таким обалденным костровищем тут. Тут, я думаю, что кто-нибудь и ставит. Ветер, конечно, здесь бывает такой, что все время дует очень сильно. Но вид красивый, конечно. Потрясающий. На озеро. Я думаю, что здесь летом не протолкнуться. Хотя Но все равно место есть хорошее. Чистенько, кстати говоря. И убираю здесь за собой. Вытоптан. Ну, как бы так. Какая-то бутылка там. Но это мелочь. Мелочи жизни. Шашлыки здесь, наверное, жарят местные. Местные-то нет, наверное. А вот туристы. В общем, красиво. За могилье. Здесь где-то курганы есть. Где-то курганы. Захоронение воинов в древности. Я читал об этом. Поэтому так и называется самогилье. Темно, конечно, уже. Но все равно хорошие здесь стоянки для палаток. Я думаю, что здесь люди стоят. Видно. Ну, вот. Как говорится, и могила. Самогилье. Есть и есть. Такое понятие. Здесь погибли от рук фашистов и похоронены отец и сын Дементьевы. Октябрь, 43-й год. Это ж надо же. Вот такая память. Молодцы. До сих пор помнят и приходят на могилы. Классно, конечно. Молодцы. Это сколько лет прошло и все помнят. Здорово. Вот еще Чицкое скрывается во мгле. Не во мгле. Ну, как бы, в общем, в темноте уже. Скоро темно будет. Совсем. Чицкое на тебе влезть надо, а? В общем, вечер пятого дня. Сегодня пятница. Сегодня все. Короче говоря, закончили. Очень тяжелый день. Повесили тент, потому что у нас крышу все-таки купили вот 6 на 8. Вот такой. Не знаю, короче говоря. Прикрепили его хорошо по всем этим самым. Как называется, балясина или как где вот это, проушина. Не знаю, как он будет заливаться, нет? Сорвет, не сорвет зимой? Не знаю даже. Здесь вот так вот. Ну, здесь он, конечно, просто там очень много коммуникаций разных. То есть, как бы, там прикрыто. Не знаю. То есть, как бы. Я думаю, что все будет хорошо. Посмотрим. Я еще сюда в ноябре приеду заканчивать сезон полностью. Посмотрим, как там дальше, что будет. А кто досмотрел это видео, поставил лайк, подписался, я буду рад. Всем удачи. Всем спасибо большое за то, что смотрите. Все, пока-пока. Пока.